Музыка На модернизацию первичного звена здравоохранения в НАО в 2021 году предусмотрено более 80 миллионов рублей. Средства выделены Минздравом России в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Неницкого автономного округа. Они будут направлены на оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи. Модернизация здравоохранения и развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи являются одними из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. В этом году в рамках субсидий будет приобретено 22 единицы медицинского оборудования для Неницкой окружной больницы и Центральной районной поликлиники. Оборудование будет поставлено в округ в октябре текущего года. Всего в рамках программы, которая рассчитана на 5 лет, планируется приобрести 128 единиц оборудования. 9 из них тяжелого – 3 флюорографа, 2 маммографа, 2 рентгеновских аппарата, 1 рентгеновский аппарат для остеоденситометрии, 1 аппарат компьютерной томографии. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года». Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе могут крупные компании – компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 15 июня. Премия вручается в 12 номинациях, среди которых «Экспортер года» в сфере промышленности, «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса, «Экспортер года» в сфере услуг, «Экспортер года» в сфере высоких технологий, «Трейдер года» и другие. Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место, по итогам окружного этапа будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме, сделанном в России, при участии первых лиц государства. Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету на сайте Российского экспортного центра. На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Аппаратом администрации Ненецкого автономного округа продолжается планомерная работа по приему наградных документов на присвоение профессиональных почетных званий. Это форма поощрения высокопрофессиональных специалистов, работающих и проработавших на территории региона не менее 15 лет. Как сообщили в аппарате администрации округа, 5 мая завершился прием документов на присвоение звания «Почетный работник потребительской кооперации НАО». 12 мая – «Почетный работник рыбного хозяйства НАО». До 24 мая продолжается прием документов на звание «Почетный работник сферы общественного питания НАО». До 3 июня – «Почетный оленевод НАО», «Почетная чем работница НАО». До 15 июня – «Почетный работник физической культуры и спорта НАО». До 16 июня – «Почетный строитель НАО», «Почетный пилот НАО». Профессиональные почетные звания являются формой поощрения высокопрофессиональных специалистов региона за значительные личные заслуги в области производства, науки, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта, искусства, государственного и муниципального управления, в других областях трудовой деятельности, а также за выдающиеся достижения и высокое мастерство в соответствующей профессиональной деятельности. Наградной календарь на 2021 год размещен на официальном сайте органов власти в разделе «Кадровая политика». Подробную информацию о необходимых документах, способах подачи и процедуре их рассмотрения можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» завершится в воскресенье 30 мая. Напомним, на рейтинговое голосование в НАУ заявлено три проекта по благоустройству общественных территорий, расположенных на Венмаре. Прогулочная зона в микрорайоне «Сахалин», общественная территория в районе дома номер 34 по улице Первомайской, спортивная площадка в микрорайоне «Старый аэропорт». Узнать подробнее о том, что конкретно будет сделано в ходе реализации каждого из проектов, можно на сайте 83.городсреда.ру. Здесь же можно проголосовать за один из них. Напомним, проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Электронные сертификаты вакцинации от COVID-19 могут получить только зарегистрированные пользователи портала госуслуги. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения разъяснили, кто и как может получить электронный сертификат о завершенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напомним, граждане, сделавшие прививку от коронавируса с 1 января 2021 года, могут получить электронный сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуги. Документ формируется на русском и английском языках на основе паспортных данных с НИЛСа, полиса ОМС гражданина и подтверждает факт вакцинации от COVID-19. Как сообщили в профильном департаменте, граждане, которые сначала вакцинировались, а потом зарегистрировались на портале госуслуги, электронный сертификат получить не могут. В ведомстве также отметили, если гражданин не планирует регистрироваться на портале, то по его запросу ему может быть выдана выписка о завершенной вакцинации со сведениями о месте проведения, дате вакцинации, серии и названии вакцины. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу. Однако, в отличие от электронного сертификата, выписка будет предоставлена только на русском языке. Как пояснили в профильном департаменте, электронный сертификат на английском языке может понадобиться для въезда в иностранные государства. По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации, в будущем сертификат планируют привязать к заграничному паспорту для предъявления при въезде в те страны, которые признают иммунизацию туристов. В Наринмаре появилось место, где молодые люди могут саморазвиваться и пробовать себя в творчестве. Напомним, в 2020 году сотрудники регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи выиграли в конкурсе грантов Росмолодежь Федерального агентства по делам молодежи, который проходил в рамках Всероссийского форума по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант». Сумма гранта – 350 тысяч рублей. На эти деньги были куплены гитары, звуковая аппаратура и расходные материалы. Точка музыки или репетиционная база готова принимать творческую молодежь от 14 до 35 лет. На данный момент здесь занимаются 7 коллективов, и это не предел. В нашем округе много творческой молодежи, многие, к сожалению, не знают, куда себя деть. Теперь есть решение – точка музыки. Напомним, что находится она в Доме творческой молодежи по адресу улица Пырерка, дом 17. В образовательных организациях округа усиляет контрольно-пропускной режим. Соответствующее распоряжение Департамента образования, культуры и спорта направлено в школы, детские сады, организации профессионального и дополнительного образования. Письмо с рекомендациями для региона по усилению мер безопасности в образовательных организациях направил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов после трагедии, произошедшей в Татарстане. Поручение об усилении мер безопасности накануне профильному региональному департаменту дал и губернатор Юрий Бездудный. Руководителям образовательных организаций поручено принять дополнительные предупредительно-профилактические меры безопасности, усилить контрольно-пропускной режим, не допускать посторонних людей на территории. Речь также идет о повышении бдительности ответственных лиц и эффективности контроля за выполнением требований, проверке работоспособности инженерно-технического оборудования. Кроме того, в образовательных организациях проходят проверки на предмет наличия инструкций для сотрудников по действиям в случае угрозы совершения актов террористического и криминального характера. Редактор субтитров А.Семкин